Рецепт котлеток с лососем. Просто, быстро, вкусно. Все это о котлетах из лосося. Меня зовут Сьюзен Бауэрман. Я директор по вопросам сбалансированного питания Гербалайф. Сегодня я покажу, как сделать котлеты из лосося. Во-первых, он очень простой и наверняка вы сможете найти все необходимые ингредиенты у себя дома. Во-вторых, все ингредиенты уже готовы и нам не придется беспокоиться о том, хорошо ли вы прожарили котлету или нет. Давайте начинать. Сначала берем немного зеленого лука и красного болгарского перца. Я уже все нарезала. Теперь добавляем приправу для котлет. Я взяла 2 столовые ложки лимонного сока. Потом я добавляю немного обезжиренной сметаны. Если хотите, можно ее заменить на греческий йогурт. Теперь 2 столовые ложки горчицы для остроты. И, наконец, полстакана панировочных сухарей. Если вы не хотите добавлять панировочные сухари, если не хотите добавлять глютена, можно взять овсянку или отруби. Теперь все смешиваем и добавляем лосось. Если вы до этого никогда не покупали консервированный лосось, возможно, вы будете удивлены, когда откроете банку. Там будут чешуйки. Может, даже одна или две косточки. Но пусть это вас не смущает. Я взяла большую банку консервированного лосося. Добавляем его, а теперь все перемешиваем. Масса должна получиться однородная, чтобы потом из нее можно было слепить котлетки. Обратите внимание, здесь нет ингредиентов, которые нуждаются в тепловой обработке, так что, если хотите, то можете есть эту смесь прямо в таком виде. Отлично, теперь мы из этой массы будем делать котлеты. Легче всего это сделать при помощи бумаги для запекания. Берем немного в ладонь, вот так, и лепим котлету. Несколько сантиметров в ширину, только края нужно подправить. Обычно получается 5-6 котлеток. Я приготовила несколько котлет заранее, чтобы показать вам, как их готовить. Берем котлеты и начинаем поджаривать. Я уже разогрела сковородку. Добавляем немного масла, для того, чтобы ничего не прилипало. Теперь нужно распределить масло по сковороде и можно начать выкладывать котлеты. Если они начинают распадаться, ничего страшного, просто рукой верните им форму. Поджариваем несколько минут с одной стороны, а потом переворачиваем и жарим на другой стороне до достижения желаемого результата. Итак, мои котлеты уже поджарились с одной стороны. Переворачиваем их очень аккуратно. Когда они поджарятся с другой стороны, все готово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова